Ребят, всем большой привет! Добро пожаловать в новый влог! Мы сегодня приехали в парк Горького. Что-то показываешь свою куколку новую? У нас выходной, мы решили провести его вместе с семьей. Саша пока паркует машину, мы его ждем. Сегодня такая классная солнечная погода. На улице очень тепло. Такие яркие уже осенние краски вокруг. Оранжевые, желтые листочки. Люблю такую сухую осень. Ничего себе, как близко подошла, да? Она еду у вас хочет попросить? Она какой-то орешек влезет. Они такие шустрые, да, Викуш? Их не поймаешь. Классные, Белочки? Нравятся тебе? Да. У нас уже следующий день. Собираемся с Викулькой в детский сад. И хотела вам показать идею для прически. Такая у нас получилась красота. Я еще бабочку сюда посадила. Вот такой вот хвостик на бок. Ну и сверху, видите, такие вот проборчики. Не совсем, конечно, ровно получилось, но все равно. Мне нравится. Викуля, тебе нравится? Да? В глаза ничего не лезет. Хорошо. В общем, я сначала делила волосы на 4 пробора, потом еще пополам. И, соответственно, получились вот такие вот у нас зоны. Можно не ставить здесь никакую бабочку. Просто оставить хвостик с резинкой. А вообще можно этот круг продолжить вот этими вот волосами. Только они, наверное, должны быть покороче, чтобы было удобней. Потому что, ну, продевать через все резинки вот так повторно тяжеловато мне будет с этими волосами. Поэтому я оставила распущенное. Вот. А так был бы прям вот такой вот круг наверху. И все волосы были бы полностью собраны. Это прям, наверное, очень удобно, когда, допустим, купаешься. На Вику летом. Ну что, мои хорошие, я уже отвела Викульку в детский сад. У нас сегодня такая противная пасмурная погода. Дома темно. Включила свет. А сейчас делаю себе кофе, сяду завтракать, посмотрю любимый сериальчик. Я себе с утра это всегда позволяю. Хотя бы одну серию, чтобы расслабиться, побыть наедине с собой, со своими мыслями. И потом уже пойти продуктивно проводить день. Заниматься домом, работой и так далее. По поводу сериала, кстати. Я думаю, все уже просто наслышаны о сериале «Игра в кальмара». Я, честно говоря, не знаю, почему он завоевал такую любовь зрителей. Откуда вот этот фанатизм, что люди скупают эти зеленые костюмы, белые слепоны. Честно, не знаю. Мы с Сашкой посмотрели. Сериал как сериал 8 серий. Ну, не цепанул. Ничего такого сверхъестественного в нем нет. Насилие, кровь, убийство. Те, кто это все не любит, конечно же, даже можете не начинать его смотреть. Я вам хочу посоветовать другой сериал. Называется он «Невиновен». Это испанский сериал. Мини-сериал. Там всего лишь 8 серий. Вот он классный. Я, конечно, не скажу, что там нет насилия и убийств. Но там хотя бы интересная сюжетная линия. И вообще испанцы умеют снимать сериалы, фильмы. Мне нравятся их триллеры «Невидимый гость» с Марио Кассосом. И также тело. У них везде один и тот же актерский состав, как правило, бывает. Но сериалы и фильмы у них прям вот топчик огонь. Так что на заметочку себе берите. Ладно, не буду долго болтать. Сейчас быстренько позавтракаю. И будем с вами уже заниматься домашними делами. Желаю вам приятного просмотра, как всегда. Ну что, друзья, кто там у меня очень ждал уборку, готовку, домашнюю рутину. Поздравляю вас. Отпуск закончился. Я снова вступила в ряды домохозяек. И буду мотивировать вас на порядок в доме. Давайте быстренько берем тряпочки, пылесосы, швабры, бытовую химию и в бой. С пылью, грязью и крошками. У меня, если честно, сегодня такая лайтовая уборка, потому что дома более-менее чисто. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ребят, давайте немножечко отвлечемся от уборки. Хочу вам показать кое-какие покупки. Начнем мы, наверное, с магазина FixPrice. Я туда забегала еще до отпуска и купила три позиции. Сейчас быстренько вам их покажу. Первая это вот такая вот ваза. Она мне очень понравилась. Такая стильная, лаконичная, ничего лишнего. Написано Home Sweet Home. В общем, симпатичная, красивая. Мне кажется, ваз много не бывает, поэтому взяла. Следующее, что мне понравилось, это вот такой вот подсвечник. Такой черный, металлический. Здесь такие прутья. Я уже поставила туда свечу. Тоже мне нравится, как это все смотрится. Стоит у нас на полочке в комнате. И последнее, что я там взяла, вот такой вот горшок. Я туда уже засунула небольшой цветочек, но он сюда не совсем подходит. Нужно что-то побольше купить. У него очень приятный такой голубой цвет. Есть небольшая надпись, и он такой, видите, шестиугольный. В общем, симпатичный, тоже хорошо смотрится в интерьере. Стоил, стоил рублей, наверное, 149 или, может быть, 199. Идем дальше. И дальше у нас покупки из интернет-магазина «Любимый веселек». Мне даже недавно подписчица написала Тая, что давно не было обзоров из этого магазина. Так что возвращаем эту рубрику. Первое, что я вам покажу, это вот такое вот классное одеяло. Я его заказала в подарок для своей свекрови. Я так понимаю, это их новинка. И хочу сказать, что выглядит очень презентабельно. Вот в подарок, прям вообще отлично. Это бамбуковое одеяло. Размер 140 на 205. Степень тепла, все сезонные. Чехол из натуральной ткани. Кстати, чехол сделан из сатина. Просто невероятно приятный на ощупь. Высокое содержание натурального наполнителя. Оригинальная стежка надежно удерживает наполнитель. Аккуратная обработка краев. В общем, я говорю, прям упаковка очень достойная. Абсолютно не стыдно кому-то ее подарить. В общем, сейчас мы с вами откроем. Посмотрим, как это все выглядит внутри. Внутри нас ждет вот такая вот красота. И очень приятный аромат. Потому что в подарок положили ароматическое саше ручной работы. Очень приятно пахнет. Все так стильно, красиво упаковано. Одеяло в пакете, чтобы все пришло в целости и сохранности. Чистенько, аккуратненько. Еще мне очень нравятся ручки. Такие тоже классные. Также для свекрови заказала подушку. Тоже бамбук. Мне очень нравится вот эта вот серия с изображением девушки. Подушки очень классные. У нас у самих такие же. Нам прям очень комфортно на них спать. Размер 50 на 70. Сейчас открою, покажу поближе. Но они прям очень приятные, мягенькие. Мне очень нравятся. Вот так вот они выглядят. Хорошенькие. Вот такой вот у них принт. И еще для Ирины Владимировны два банных полотенца в сером цвете. Это у нас Узбекистан. Я, конечно, хотела взять Туркменистан, потому что они, на мой взгляд, помягче. Но не было Туркменистана в большом размере. У меня, на самом деле, у самой Узбекистан, только в белом цвете, они хорошие, отлично впитывают. Но я говорю, как-то мне в последнее время больше нравился Туркменистан. Я его и заказывала уже в маленьких размерах. В любом случае, и Туркменистан, и Узбекистан отличного качества. Впитывают замечательно, поэтому можете к ним тоже присмотреться. Кстати, костюмчик, который на мне, тоже из интернет-магазина «Любимый веселек». Вообще, большая часть моей домашней одежды именно оттуда. У них очень большой ассортимент, большой выбор, приятные, ценные. И всегда они, кстати, в Инстаграме выставляют свои новинки, поэтому можете там следить. Очень мне понравился этот костюмчик, такой уютный. Смотрите, такой принт, как раз на осень, на зиму самое то. И я обожаю штаны в клеточку, особенно в красную. Мне кажется, это просто плюс 100-500 к домашнему уюту. Вот, я взяла специально в размере 50, чтобы он был прям вот такой вот балахонистый. Я обожаю носить такие вещи дома, чтобы ничего не облегало, чтобы было комфортно двигаться. Вот, костюмчик супер классный, удобный. Я прям от себя его могу смело рекомендовать. Для дома заказала новенький текстиль. Здесь у меня 4 салфетки и дорожка на стол. Посмотрите, как красиво все оформлено. Очень нежное такое белое кружево. Салфетка, размер, наверное, у нее где-то 30 на 30 сантиметров. Вот так вот она выглядит. И также заказала скатерть. У меня такая скатерть уже есть, только в красном цвете. Мне она очень нравится. Я ее использую на даче. Уже неоднократно стирала, и с ней абсолютно ничего не случается. Поэтому взяла еще вот такую вот в серо-бежевом цвете. Мне кажется, она даже хорошо будет и с этими салфеточками сочетаться. В общем, я обязательно примерю, посмотрю, какую-нибудь сервировочку, может быть, вместе с вами сделаем. В общем, обязательно покажу, что получилось. Также себе заказала халат. У меня из этой серии уже есть пижамка. Топик, шортики. И это просто невероятно приятная к телу ткань. Что-то похожее на вискозу. В общем, очень классно. Здесь тоже такое нежное кружево тоненькое. Вот, взяла еще халатик, чтобы после сна накинуть на себя, пойти умыться. Такой поясочек. Я взяла в размере 48, чтобы, опять-таки, не сильно облегала. И я думаю, что по длине оно будет, наверное, чуть ниже колена. И последнее, что я взяла, это спортивный костюм для Саши в черном цвете. Он неутепленный, самый обычный, тоненький. Значит, идет толстовка с капюшоном. Вот так вот он оформлен, без шнуровки. Рукава на манжетах, снизу тоже вот так вот все выглядит. И штаны. Здесь, естественно, резиночка. Странно, кстати, что не прошита посередине. Обычно мужские они всегда так прошивают. Шнуровка черная, длинная. И глубокие карманы. И снизу брюки сделаны на резинке. Очень удобно. В общем-то, это был весь мой заказ. Так что пойдемте заниматься делами дальше. Продолжение следует... Сегодня мне нужно пропылесосить диван, потому что я очень давно этого не делала. И там, конечно же, скопились какие-то крошки, мусор, от которых нужно избавиться. Музыка. 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 Так, с уборкой на сегодня все. Теперь перемещаемся на кухню и будем готовить вкусняшку по рецепту из интернета. Для этого я уже отбила куриное филе. Его нужно посолить, поперчить и по желанию добавить любимые специи. Я использовала приправу для курицы. Кстати, я предпочитаю покупать филе бедра, потому что с ним получается сочнее. Грудка все-таки суховата. Но филе бедра в этот раз не было, поэтому радуемся тому, что имеем. Музыка. Музыка. Дальше нам понадобится 500 грамм слоеного бездрожжевого теста. Я прям взяла два пласта и раскатала их до большого квадрата. Музыка. Затем на тесто надо выложить кусочки куриного филе и свернуть это все в рулет. Я все делала четко по рецепту, но забегая немного вперед, скажу, что я бы еще, наверное, смазала курицу сметаной или майонезом для сочности, потому что, на мой взгляд, получилось немного суховато. Музыка. Далее застилаем противень пергаментной бумагой и смазываем растительным маслом. Музыка. Высыпаю в миску семена кунжута, потому что сейчас они нам понадобятся. Что мы делаем дальше? Дальше мы нарезаем наш рулет кружочками толщиной полтора сантиметра. Музыка. Музыка. Окунаем их в кунжут и отправляем на противень. Музыка. В процессе готовки я решила немного отойти от рецепта и сделать часть куриных рулетиков не с кунжутом, а с такой шапкой из помидоров и сыра. И скажу вам сразу, этот вариант понравился нам с мужем даже больше. Музыка. Отправляем рулетики в духовку и выпекаем 40-45 минут при 180 градусах. А пока все это у нас готовится, измельчим в блендере сыр. Примерно за 5-10 минут до конца приготовления я выкладываю на наши рулетики сыр. Музыка. А на булочке с кунжутом я решила добавить кусочек сливочного масла для сочности. Кстати, тесто я смазала яичным желтком. Музыка. Так, ну что, ребят, давайте смотреть, что же у нас там получилось. Вот такая вот красота. А какой обалденный аромат на всю квартиру стоит. Просто не передать. Сейчас, в общем, будем пробовать. Налью чаек и потом обязательно напишу, вкусно получилось или нет. Ну, в общем-то, как я уже говорила чуть ранее, нам с мужем больше понравились рулетики с помидоркой и сыром. Он аж три штуки сразу съел. А если бы я смазала чем-нибудь курицу, было бы вообще супер. Я уже пришла за Викой в детский сад. Помашь ручкой, Виколь. У нас тут повесили развлекушки для детей. У нас постоянно каждый вечер здесь заканчивается около этих штуковин. Типа бези доски. Всякие штучки прикольные. И аквариум новый. Красивый. Вот какие там рыбки огромные. Вика, где твой любимый сом-то? О, смотри, где лежит. На камне, видишь? Отдыхает. Загорает. Полосатик вот в этом дырике. А, он спрятался, да? Да, полосатик там загорает. Правда, вон он там, плавник только видно. Красиво, да? Ко мне тут приехал новый заказ Фоберлик. Сейчас мы вместе с вами по нему пробежимся. Начну я с детских колготок. Они из хлопка 100 Ден. Заказала для Викушки в синем и в таком молочном цвете. Беру уже колготки не первый раз. Мне они очень нравятся по качеству. Вот. Себе тоже брала. Все устраивает. Поэтому с удовольствием и трусики, и колготки Фоберлик заказываю. Также взяла две зубные щетки. Одна для Вики, другая для Саши. Та, что для Вики, она абсолютно простая. Обычная щетина у нее. А та, что для Саши, она необычная. По крайней мере, для меня первый раз такую взяла. Это силиконовая зубная щетка. Подходит для чувствительных зубов и дёси. Она щетина и силиконы препятствуют накоплению размножения в ней бактерий. Предпрощая заболевание полости рта. Мне стало интересно попробовать. В общем, заказала, потому что ему нужно было на смену. А новиночка для меня это матирующий бибикрем. Оксиологи. Вот так выглядит коробочка. Первый раз беру бибикрем. У меня еще никогда его не было. Хочу попробовать. Матовый ровный тон. Бибикрем для лица обеспечивает естественное равномерное покрытие. И идеально подстраивается по тону кожи. Скрывает видимые кожные недостатки. Акно, покраснение, пигментные пятна, неровный микрорельеф кожи, расширенные поры. Я, конечно, сомневаюсь, что он прям супер классно скрывает видимые, как здесь написано, кожные недостатки. На том он и бибикрем. Вот. Ну, ладно, попробуем. Потом поделюсь впечатлениями. Из новинок также взяла крем-пасту для чистки металлических поверхностей. Вот так вот выглядит тюбик. Артикул 30 058. Способ применения. Нанести на загрязненную поверхность, равномерно распределить, выдержать несколько минут, затем удалить с помощью мягкой губки или салфетки и тщательно смыть водой. Для чего я взяла эту штуку? Во-первых, возможно, она пригодится для духовки. И также у меня есть сковородка, которую я не могу отмыть. Дно. Вот. Сковородка старая. Я хочу попробовать это средство именно на этой сковородке. Также находка для меня в фаберлик. Вот такие вот батончики. Вот эти я уже брала. Они идут кокосовые, семена мечи, а эти еще из манго. Это просто безумно вкусные. Они очень сытные, питательные, поэтому с собой вот так вот в рюкзак кинуть обязательно теперь заказываю всегда. И также еще заказала протеиновые батончики. Мне очень понравился клубничный, опять-таки кокосовый и фисташковый. Брала их с собой в самолет, когда летали в Турксе, очень пригодились, кстати говоря. А также взяла себе две гигиенички. Зима, зимний бальзам для губ. И вот это вообще какое-то антивозрастно, интенс антиэйдж липтерапи. Взяла две. И вообще я зимой, осенью запасаюсь просто гигиеничком. Я их закидываю во все свои сумки, во все свои куртки, чтобы везде было, потому что губы сохнут просто неимоверно. Также себе взяла вот такой вот консилер. Что-то у меня камера как-то плохо стала работать. Беру уже не первый раз. Очень, кстати, он мне понравился. Он абсолютно практически не перекрывает какие-то видимые недостатки кожи. Но если нужно просто слегка замазать синячки, то вообще вполне себе продукт. Он очень легкий, не сильно забивает поры. Как раз для меня идеально подходит. Викушке взяла вот такой вот гель для подмывания с экстрактом череды алоэ вера. Всегда беру. Очень мне нравится. Удобно, что есть дозатор. Также любимый продукт Вики. Вот такая вот зубная паста. Со вкусом клубники, земляники. Очень классно. Она прям требует ее всегда, когда она заканчивается. Также я всегда беру ультракондиционеры для белья. С ароматом орхидеи Кашмир. С ароматом золотая органа. И также мне очень нравится их новиночка. Вот такой вот ультракондиционер «Мелодия солнца». Обожаю аромат. Просто все три абсолютно классные. И, конечно же, куда же без геля и для стирки. Взяла для темных вещей, для светлых вещей и, конечно же, для цветных. Вот. В общем-то, вот такой вот в этот раз у меня был заказ. Все нужное, все необходимое. В общем, поделилась. Надеюсь, была для вас полезной. У нас с Викой тут вечерний просмотр мультиков старых. Мы с Юлькой в детстве очень любили цветочек аленький. Вот, смотрим. Вик, тебе нравится этот мультик? Интересный? Кстати, давай покажем сережки. Мы Викуле переодели сережки. Ей дедуля привез с камушками серебряные сережечки. Покажи поближе. Еще ближе, 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 ближе. Все равно не видно. Ну, в общем, такая вот полосочка. Вот, она сама захотела переодеть. Захотелось разнообразия, да? В общем, все хорошо. Все зажило, да? Зажило, зажило, как правильно. Ты не знаешь? Ну что, девчонки, влог сегодня будем заканчивать в ванной комнате. Приятными процедурками. Хочу сделать пилинг. У меня есть такие вот классные пилинг-пэды с экстрактом вина. Очень нравится. Я уже подготовила кожу, умылась. Достаю один диск. Они, кстати, очень классно пропитаны. Вот так вот пальчики в кармашек засовываешь. Очень удобно держать в руке. С одной стороны получается такая марлевая сторона. Мы сначала проходимся именно ей. Она как раз и скрабирует кожу. А здесь уже ваточка. И пока делаю пилинг, немножко с вами поболтаю. Мне тут на днях написала... Я зеркало буду смотреть, извините. Подписчица написала недавно. И попросила меня выкладывать рецепты, которые я показываю во влогах отдельно. Я на самом деле уже очень давно хотела это сделать. И даже сохраняла все эти рецепты, которые были во влогах. Вырезала их и сохраняла. Вот. Просто все руки не доходили. Нужно это все смонтировать, сделать. И я вот сейчас думаю, будут выходить ролики что-то типа 5 идей для ужина. Или 3 идей для завтрака. Чтобы вам было проще находить рецепты, которые понравились. Выпечку какую-то можно там соединить. Я просто не помню, что именно я там сохраняла. Какие есть рецепты. Надо покопаться в архивах своих. В общем-то, к чему я это все говорю. К тому, чтобы вы не удивлялись, когда выйдет такое видео. Не задавайтесь вопросом, почему там рецепты, которые вы уже видели. Это будет сделано для вашего удобства. Чтобы вам было проще искать рецепты, которые вам понравились. Потому что искать их во влогах это нереально. И вы частенько пишите мне, где был вот этот рецепт, где был другой рецепт. И мне приходится каждому отдельно отвечать. На это тоже нужно время. Поэтому я решила, что это будет верным решением. Так. Смотрите. Все. Вот этой жесткой стороной я уже поводила. Теперь беру, переворачиваю. И вот этой вот ватной стороной. Она такая мягонькая, приятная. Вот. В общем, напишите, как вам идея. Мне кажется, будет всем удобно насчет вот этих вот видеороликов отдельных. А у меня есть уже на канале плейлист, который называется «Готовим вместе, что ли?» Или «Рецепт от Таисии». Я его открывала, создавала. Но как-то отдельные рецепты у меня не пошли. И лучше смотрится во влогах. Вот. Ну и поэтому перестала я это все снимать. А сейчас раз просят, раз есть такое желание, то надо делать. В общем, вот и все. Пилинг сделан. С вами поболтала. Так что можно теперь с чистой совестью заканчивать этот влог. Хочу пожелать вам всего самого доброго, самого замечательного. Любите и будьте любимы. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok